Дали старт добрым делам к Новому году. Волонтёры Центра Серебряного Добровольчества молоды душой в Еврейской автономной области. Они всегда были комсомольцами, а потом официально стали волонтёрами. Добровольчество для них последние годы превратилось из увлечения в массовое движение. Сейчас людей почтенного возраста в нём порядка 250 человек. Начинали с малого, не было и 30. Накануне ко Дню Добровольца тёплая встреча активистов состоялась в Биробиджане на базе Центра Мост. Для участников встречи устроили новогодние мастер-классы, и они активно включились в эту деятельность. Тем более, что готовым подарком можно порадовать не только себя, но и близких. Активисты украшали новогодние игрушки, плели бусы из бисера, учились сплетать нити для фенечек и раскрашивали деревянные талисманы. Вместе с этим дружная команда делилась между собой яркими подарками и пожеланиями для коллег. Серебряные волонтёры постоянно занимаются общественно полезными делами, но даже в преддверии своего праздника они не решились просто отдохнуть и сделали пару добрых дел. Активные участники движения не раз помогали бойцам в зоне специальной военной операции, своими руками готовили вещи, пригодные для боевых действий и в быту. На этот раз они послали военным пожелания в новогоднем письме. Чтобы домой пришли живые. Они выполняют свою миссию очень хорошо. Молодцы ребята, мы ими гордимся. Серебряные рукодельницы не могли оставить без внимания тех, кому они уже давно стали наставниками своих подопечных из Волгеймского дома-интерната. К зимней паре активистки комплексного центра связали своими руками шарфики и варежки для воспитанников, передали им коробку с тёплыми подарками на торжественной церемонии награждения. Всех волонтёров серебряного добровольчества удостоили благодарностей от Ассоциации волонтёрских центров России за их нескончаемое желание творить добро. Перед участниками торжественной части выступил народный ансамбль вдохновения. Также неотъемлемой частью программы стала видеопрезентация о работе добровольческих движений в регионе. Совместным символом гимном волонтёров дружная семья подвела черту и дала старт новым свершениям. Вячеслав Пасманик, Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин, Новости 21.